Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это первый выпуск новой рубрики под названием «Дебютные ловушки». Сегодня мы с вами рассмотрим дебютные ловушки в классических дебютах в русских шашках. Первая ловушка от гроссмейстера Вениамина Городецкого, выдающегося популяризатора шашечной игры. Она возможна после ходов cd4, dc5, dc3, cd6, cb4. И черные здесь меняются назад. Возникает так называемый дебют от игры. Ну и здесь белые сыграли gf4. Черные тут же атакуют правый фланг соперника. И белые закрылись fg3. Хочу сказать, что hg3 не давал особых выгод, потому что черные здесь с точной игрой могут получить даже преимущество. Например, ab6, ab2. Ну, ставить тычок пока невыгодно белым. И на ход bc5 белые играют bc3. Здесь важно сделать точный ход ef6. Не gf6, а именно ef6. И если белые играют b5, то мы играем fg5. Здесь белым надо размениваться, уже другого ничего лучшего нет. И точно бьем g на e3. И здесь у белых два выбора взятия. Если побить на b6, то здесь у черных большое преимущество. Тогда играем ed4. Ну, естественно, бить сюда нельзя, потому что черные попадут на предамочное поле и выиграют. Поэтому приходится бить сюда. И здесь белым лучше побить на поле d4, потому что черные грозили напасть b7. Ну, да, черные играют hg5. И здесь у них ощутимое преимущество. Потому что у черных, видите, три шашки закрывают их правый фланг, а у белых только две шашки защищаются на их правом фланге. Если в этой позиции побить на поле f6, более правильный план, тогда бьем на e5. Ну, и здесь снова, если побить на b6, тогда у черных здесь тоже преимущество. Снова, видите, здесь три шашки на правом фланге, а у белых только две. Поэтому позиция белых более подвержена атаке. Ну, естественно, в этой позиции бить на f6 вот таким образом вообще нельзя, потому что здесь теряется шашка. Следующим ходом грозим сыграть fe7 и выиграть шашку. Ну, и самый сильный план тут после всех разменов, это именно побить на f4 за белых. Затем играем ed4, hg5. Ну, и позиция у белых чуть похуже. Надо играть cd2, dc3, потом, наверное, меняться ed4 и уравнивать позицию. То есть в этой позиции не боимся хода hg3. Ну, белые здесь сыграли fg3. Тогда играем ab6, белые b5, и черные занимают центр. Белые меняются назад и пытаются окружить позицию черных. Ну, здесь черные не боятся окружения. Играем gf6, и на ход ab2 играем hg7. То есть, видите, на ход bc3 поставили элементарную ловушку cb6. Поэтому белые здесь решили разменяться. Черные играют hg5 и активизируют бортовую шашку. Здесь, возможно, уже следовало меняться назад. Белые играют ab4. Черные сыграли hg4, белые bc3. Обе стороны подтягивают свои силы к центру. И в этой позиции белые допустили решающую ошибку. cb2. Этот ход уже проигрывает. Ничья еще была после хода de3. Тяжелая, но была. А вот cb2 уже проигрывает. И здесь гроссмейстер Городецкий провел комбинацию со знаменитой идеей и мастера Николая Кукуева. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она очень красивая и неожиданная. Играем hg3. И у белых есть два выбора взятия. Ну, на h6 бить бесполезно, потому что черные сыграют fg5, затем de5. Ну, как бы здесь белые не побили, черные прорываются в дамки и празднуют победу. Поэтому после хода hg3 белые бьют на поле h4. Тогда черные играют dc5. До сих пор еще непонятная идея черных. Но вот после жертвы еще двух шашек и тихого хода наконец-то становится понятен замысел черных. Партии белые закрылись ходом bc5 и черные отдали шашку и прорвались в дамки. С легкой победой. Партия Добровицкий и Городецкий 1950 года. Большие проблемы были у черных после хода b3. Но здесь черные также могли добиться победы. Прорываемся в дамки. Ну, и видите, на ход bc5 просто меняемся. ed6. Ну, и постепенно выиграем эту позицию. Тут проблем нет. Если белые играют cd4, тогда уводим дамку на поле h6 и грозим сыграть hg7. Поэтому белые играют bc5, чтобы успеть прорваться за это время, когда черные нападут. Ну, здесь уже меняемся ed6. На ход dc5 нападаем сзади и белым остается только сдаться. А если, допустим, белые играют ab4, тогда играем на поле f8... А, прошу прощения, нападаем с поля g7, надо нападать белым, и тогда выигрываем таким образом. Еще возможен в этой позиции ход gf2. Тогда играем ed6, не даем cd4 из-за нападения дамкой в любке, поэтому белым приходится играть hg3. Тогда уводим дамку на поле h6 и грозим напасть в поле g7. Ну, и тут после хода gh4 черные легко выигрывают. Просто нападаем, допустим, отдали шашку белые, пытаются еще прорваться. Просто разменяемся и грозим сыграть dc5. То есть дамка будет держать вот эти две шашки, а эти две шашки будут держать эту шашку. Поэтому белым приходится играть ab6, тогда размениваемся таким образом и легко побеждаем. Следующая партия была выиграна гроссмейстером Исером Куперманом у мастера Бориса Миротина в 1947 году. cd4 dc5, bc3, cd6. Ну и здесь белые предпочли немножко отклониться от теории, сыграли gf4, выжидательный код. Черные меняются, b5, и снова возникает так называемый отыгрыш, но уже несколько в другой редакции. Здесь лучшее продолжение за белых это ход ab2, выжидательный ход. вынуждаем черных определиться, и здесь выбрать план за черных не так-то просто. Наиболее лучшее продолжение здесь за черных это ход ab6. Тогда играем cb4 и грозим поставить пичок. Черные закрываются, тогда играем bc3, развиваем шашки левого фланга. Ну и здесь fe5 уже плохо играть, хуже, потому что белые могут просто, допустим, разменяться и в этой позиции захватить инициативу. То есть видите, развили полностью шашки левого фланга, а шашки черных расположены дальше от центра, чем шашки у белых. Тем более у белых, видите, нет отсталых шашек, поэтому окружение здесь центра белых невозможно. У белых просто позиция лучшая. Поэтому в этой позиции наиболее точный ход cb6. То есть видите, не даем сыграть просто b5 из-за простого ударчика, и черные здесь должны победить. А если белая игра cd4, тогда здесь можно сыграть либо b5, таким образом, либо упростить позицию разменом fe5. Допустим, белые побьют на h4, нападаем еще раз, ну и возникает примерно равная позиция. В партии мастер Миротин решил сыграть fg5, попытаться окружить центр белых. Посмотрим, что из этого вышло. Белые занимают центр, черные пытаются его окружить. cd2, и здесь черные меняются dc5, то есть грозят сыграть cd4. Поэтому белым надо играть cd4, единственный ход. Черные закрываются, и здесь белые активизируют свою отсталую шашку h2. Надо играть именно таким образом. Здесь у черных план сыграть gf4, и на ход fe5, в принципе, был хороший план сыграть hg5. То есть смотрите, на ход gf4, играем bc7, жертвуем шашку, и затем нападаем на шашку, то есть и грозим прорваться в дамки. Белым для достижения ничьей надо провести вот такой разменный маневр. Играем bc3, точный ход, и бьем на e7. Черным приходится бить на c1, другого нет. Тогда играем cd4, здесь приходится бить на f6, другого нет. И белые проводят контркомбинацию. Здесь она ничейная. Отдаем шашку, dc5, затем fg3, и прорываемся на придамочное поле. Черные отдают шашку, и пытаются отрезать шашки белых от похода в замки. Здесь можно отдать шашку, и сыграть cd6, с угрозой подорвать пункт f8. Допустим, на ход gf6, и уже играем dc7, и ничья неизбежна. Такой вариант был у черных. Но черные решили здесь, что побеждают. Хочу открыть секрет, что даже программа Тоша на глубине 21 ход считает эту позицию за черных выигранной. Поэтому понятно стремление мастера Миротина здесь победить. Кажется, что у черных лучше. То есть центр белых рыхловат. fg5, gf4. И здесь черные играют bc7. Белые играют dc3, и черные играют ed6. Видите, хода cb4 нет из-за простого ударчика, и белые победят. А других ходов вроде бы и не видно. Но здесь чемпион мира, кисер Куперман, предусмотрел выигрывающую комбинацию. Можете поставить видео на паузу, и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют fg3. В чем идея? Если последует нападение, как и было в партии, то белые проводят комбинацию. Играем cb4, и затем fg5. Ну, сюда бить нельзя, потому что белые прорвутся в дамки, и затем нанесут вот такой удар с выигрышем. Поэтому после fg5 приходится бить h6 на d2. Тогда бьем g на c1. Снова, видите, нельзя бить на f4, потому что белые прорвутся в дамки и легко выигрывают. Поэтому приходится бить c на e3. Тогда играем bc3, строим упор для будущего удара. Ну, и после боя черных отдаем еще одну шашку и прорываемся в дамки. Ну, и здесь черным, видите, мешает своя же шашка на поле b6. Белые нападают сзади и легко выигрывают. Именно так и было в партии. Партия Куперман Миротин 1947 года. Еще один вариант был возможен в этой позиции, то есть вместо gh4 пожертвовать шашку. ходом b5 и здесь напасть. Ну, и здесь белые также побеждают. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют ef6, так называемая присоска. То есть приходится бить g на e5. Ну, тогда здесь играем e d4. Ну, и после размена выясняется, что позиция черных проигранная. Видите, на ход fe7 белые просто пойдут в дамки и выигрывают. А если черные ставят, допустим, в этой позиции дамку, тогда уже ловим ее и сами ставим дамку с выигрышем. Следующая комбинация от выдающегося игрока с хорошим комбинационным зрением мастера Ивана Пименовича Козлова. Партия Панганис Козлов 1937 года. cd4, dc5 и белые здесь решили отклониться от дебюта отыгрыш. Немножко запутать своего соперника. Сыграли gh4. Тогда играем cd6. Белые играют hg3, выжидают и на ход b5 снова видите получился дебют отыгрыш с разменом назад. Белые пытаются охватить центр белых ab4. Но здесь лучше всего сыграть fg5 и возникает примерно равная позиция. Но мастер Козлов решил запутать также своего соперника и сыграл fe5. белые тут же вяжут центр черных ходом ef4. Здесь хорошие предпосылки для окружения центра черных потому что у них застряла шашка на поле h8. Черные поэтому пытаются вырваться из тисков окружения и играют ed4. dc3. бьем бьем именно на b4. Ну и после размена d5 у белых более приятная позиция. Именно так и надо было играть белым. Но белые в этой позиции сыграли d3. Тогда черные играют bc5. Белые играют cd2. Строят колонны для того чтобы разгромить черных. И здесь черные делают отличный ход gf6. Белые в партии сыграли gh2 и этот ход уже проигрывает. Ход напрашивающийся но тем не менее плохой. То есть белые построили видите колонну ударную такой клин свиньей и хотят сыграть fg5 или fe5 с выигрышем шашки. Но черные здесь меняются fg5 и выясняется что позиция белых проигранная. На ход gh4 черные провели разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она очень красивая. Играем b7 затем d7 затем d5 и прорываемся в дамки. белые бьют шашку и затем еще бьем на 7 с красивым выигрышем. Именно так и было в партии. Какие еще варианты были возможны в этой позиции? Если белая игра dc3 тогда здесь черные также проводят красивую комбинацию. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. здесь черные делают неожиданный ход cb4 естественно приходится бить на поле e5 тогда отдаем еще одну шашку затем еще одну и прорываемся на поле g1 с выигрышем. Здесь если белые закроются просто играем cd6 сюда бить бесполезно черные выигрывают а если белые побьют сюда тогда бьем на поле f4 затем дамкой на b6 и так же легко побеждаем здесь проблем нет. Ну и последний возможный ход в этой позиции сыграть bc3 здесь черные также проводят несложный удар сыграем cb6 затем cd4 и бьем допустим на поле c1 с легким выигрышем тем не менее в этой позиции еще была ничья для этого надо было играть не gh2 а b a3 давайте рассмотрим примерный вариант черные меняются fg5 но здесь у черных также огромное преимущество белым надо играть gh4 лучший ход тогда играем fg7 ну и полностью разбиваем позицию белых после размена здесь на hg7 видите последует комбинация a b4 a b2 f4 не попадаемся в нее и играем d e5 она конечно ничейная не хочется попадаться поэтому играем d e5 и белым лучше всего разменяться потому что грозил ход f4 тогда играем d e7 и грозим разменяться видите f6 и cb6 заставляем белых уйти на фланг g6 и полностью занимаем центр ef4 вот здесь за счет вот этой детали неприятной все-таки белые могут достичь ничьей ef2 cd6 ab2 bc7 bc3 черным надо меняться ну и следует обоюдный прорыв дамки например cd4 b3 dc5 ab2 cb6 cd6 ну и здесь белым для достижения ничьей лучше всего сыграть b7 допустим черные нападут белые также нападут и партия заканчивается ничьей если же в этой позиции белые не играют b7 а жертвуют шашку это уже ошибка то есть на ход b7 здесь именно нападаем за черных таким образом и стоит ловушка видите нельзя играть ставить дамку потому что она тут же ловится то есть бой бой просто играем ef6 и черные побеждают такая последняя последняя ловушка была в этой позиции ну и наконец самое интересное отыгрыш с разменом вперед из партии виндерман ковельман 1951 года кстати мастер ковельман был любитель кривых дебютов делал не лучшие ходы но находил в них сильнейшее продолжение и зачастую выигрывал своего соперника давайте рассмотрим дебют отыгрыш с разменом вперед cd4 dc5 bc3 cd6 белые играют cb4 и здесь черные также производят отыгрыш но в этой позиции после размена мы бьем не назад как было до этого в партиях а бьем именно вперед вот этот дебют называется отыгрыш с разменом вперед и здесь есть очень много ловушек за черных ab2 fe5 и здесь стоит первая ловушка правильно играть ed2 а вот ход bc3 уже проигрывает везде ставьте видео на паузу ладно буду делать небольшие паузы 5 секунд и решайте комбинации черные проводят комбинацию и выигрывают играем cd4 затем ef4 и прорываемся на преддамочное поле с выигрыша первая ловушка поэтому надо играть ed2 или cd2 тогда играем b7 и видите снова нельзя играть bc3 снова эта ловушка сюда отдали cd4 ef4 и черные здесь должны победить вторая ловушка белые это видят и играют b5 тогда меняемся назад и стоит третья ловушка правильно играть ef4 а вот ход bc3 уже проигрывает то есть отдаем одну шашку затем вторую затем третью ну как бы белые здесь не побили черные снова прорываются на преддамочное поле и выигрывают так уже три ловушки загибаем пальцы поэтому белые в этой позиции напали ef4 закрываемся белые играют fe3 черные играют bc7 снова ловушка правильно играть gh4 а вот ход bc3 здесь проигрывает здесь ловушка стоит в стиле александра шошина известного шашиста начала 20 века то есть играем e d4 затем cb4 отдали три шашки и забрали 4 с выигрышем так это уже четвертая ловушка поэтому правильно в этой позиции меняться и лучше всего в этой позиции побить назад с небольшим преимуществом у белых но белые решили что выигрывают и бьют вперед тогда играем cb6 и на ход bc3 и играем ba5 здесь в партии виндерман миротин белые попались на комбинацию они сыграли cd4 и белые черные провели комбинацию под названием удар наполеона вот эта комбинация очень часто встречается в стопеточных шашках также ставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черный играем ab4 затем bc3 затем d5 и затем hg5 и снимаем 4 шашки соперника с выигрышем то есть рожон здесь на поле цепи решает так и было в партии так это уже какая у нас пятая ловушка если белые в этой позиции замечают вот эту ловушку допустим игра gf2 тогда играем d7 и стоит шестая ловушка ход cd4 здесь проигрывает снова проводим комбинацию 5 секунд ставьте видео если не хватает времени и решайте комбинацию играем ab4 затем dc5 затем df6 и проводим такой красивый удар внимательно следите за руками бьем одну вторую третью шашку шашка превращается в дамку и затем завершаем удар вот таким образом снимаем 6 шашек соперника с выигрышем это шестая ловушка ну и наконец как правильно было играть в этой позиции белым ничья еще была после хода cb2 тогда играем gf6 и здесь в белом снова надо попадаться на комбинацию ходом cd4 но здесь комбинация уже за черных не выигрывает она ничейная то есть играем ab4 затем dc5 затем fg7 и fg5 ну и здесь можно побить и на a1 и на e1 мне больше нравится побить на поле a1 ну и здесь обе стороны проходят дамки и партия завершается ничей вот такие интересные комбинации на сегодня друзья если вам понравилось данное видео пожалуйста поддержите мое творчество большим пальцем и подпиской пишите комментарии задавайте вопросы отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках до свидания до свидания Продолжение следует...